Самым удивительным образом выступает Духовный, открывается в день, когда высота нашего духа, мужества, технического прогресса и патриотизма достигла космических высот. С чем вас от души поздравляю, только что вернулись к Красной площади, где поклонились и Гагарину, и его товарищам, и трем гениям Королеву, Курчатову и Келдышу, которые вознесли нас к высотам космоса, обеспечили ракетно-ядерный паритет. Он и сегодня нас бережет от новых нашествий. За прошедший год в этой думе, в нашей думе было три знаковых иступления. Выступил президент с призывом сплотиться вокруг государства и патриотизма, что исключительно важно в нынешних условиях, когда снова пахнет войной, агрессией и новыми санкциями. Выступил святейший патриарх Кирилл, который призвал взять все лучшее из тысячелетней России. Святую Русь, великую российскую державность и советскую справедливость. На мой взгляд, это главная формула, которая может сплотить людей и обеспечить прорыв нашей страны в будущее. И выступил Нобелевский дуриар Жерес Алферов с темой «Наука и власть», который сказал, без качества образования, высокой духовности и самой современной науки, в этом мире будем обслуживать чужие интересы. Мне повезло, я с молодости изучал Библию, Коран, когда мерил враждующие тейпы на Кавказе, Тору и Пхабхавадгита, священная книга индуизма. И я для себя в те годы открыл любопытную вещь, что во всех священных книгах есть одна главная заповедь, возлюбив ближнего своего, как себя самого, человечество много тысяч лет назад поняло, что лишь опираясь на мир и дружбу, высокую духовность и чувство справедливости, можно уверенно смотреть в будущее. Сегодня, когда распоясался терроризм, когда снова многие чувствуют себя неуверенно в этом мире, без высокой духовности, чувства патриотизма и развитой науки образования, трудно уверенно смотреть в будущее. Я благодарю, что все, кто сохраняет духовность, сегодня сплачиваются во имя счастливого будущего и мира на нашей многострадальной земле. Поздравляю вас с открытием выставки.